Эмеретинского царя, как и других представителей грузинского царского дома, собирались выслать в Россию. Но из-за весеннего паводка дороги через Арагвий и Терек были закрыты. Поэтому процесс репатриации затянулся. Благодаря героизму своих подданных, среди них князь Кайхос Роцаретели, вдохновитель побега, и слуги по фамилии Табукашвили, которого за преданность опальному царю сослали в Сибирь. Соломон II сумел бежать из русского плена. В триолеты Соломону встретился отряд дагестанцев. Которые, признав в нем эмеретинского царя, преклонили перед ним колени, поклялись в верности и сопроводили его в целости и сохранности в Ахалцихе. Из Ахалцихе Соломон II написал эмеретинскому митрополиту Доситею. Грузины, поверившие слово и обету русских, духовно-встрастное пятницу гавеем, а телесно истерзанное молимо смерти, как об избавлении. Побег Соломона из Тбилиси ознаменовал начало борьбы западной Грузии против русского владычества. Сопротивление продлилось более четырех месяцев. Русское командование было поражено тем, что во всей западной Грузии трудно было найти человека, который бы отрекся от своего царя и стал служить завоевателем. Но то, что не смогло сделать русское оружие, сделала чума, принесенная в эмеретии русской армии. Эпидемия чумы среди солдат перекинулась на население и за несколько месяцев унесла жизни половины жителей региона. Страна была парализована. С 19 на 20 сентября Соломон II провел ночь в деревне Маглаки. На балконе князя Нижерадзе. На утро следующего дня он направился в Ахалцик. 5 мая 1810 года главнокомандующий по Кавказу Александр Тормасов ходатайствовал к военному министру генералу Барклайо де Толли. В послании говорилось «Милостивый государь Михаил Богданович, имея счастье представить в милосердное воззрение его императорского величества подвиги полковника Симоновича, от монарших щедрот и спрашивать ему, высочайше утвердить его управляющим по делам Эмиретии, Менгрелии, Гурии и Абхазии». Клятва преступника Симоновича был щедро вознагражден, тогда как преданных христианскому царю грузин жестоко наказали. Прежде чем Соломону удалось покинуть Тбилиси, на выходе из города ему повстречались четверо грузинских всадников, сотник Гогия Палавандышвили и трое его спутников. Служивший в русской армии Палавандышвили узнал убежавшего из плена царя. Но вместо того, чтобы арестовать его, дабы выслужиться перед начальством, он уступил царю Соломону II своего коня и помог ему выбраться в безопасное место. Русская администрация судила Гогию Палавандышвили. И троих его спутников. В том же 1810 году все четверо были казнены во Влабаре. И случилось чудо. Как гласит предание, в течение многих месяцев на могиле героев, отдавших жизнь за последнего грузинского царя, развивалось божественное сияние. Незадолго до упразднения автокефалии последним актом грузинской церкви было причисление к лику святых четырех героев Автандилашвили, Пентелашвили, Гурасашвили и Гогия Палавандышвили. Лишенный царства Соломон II вынужден был бежать в Арзарум. Скончался он в возрасте 42 лет в Трабзоне. В 1990 году его прах был возвращен на родину и погребен в Геладском соборе. А в 2005 году грузинская церковь причислила царя Соломона II к лику святых. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Не забывайте историю.